Исполняющая обязанности директора музея-заповедника Херсонес-Таврический Елена Морозова в преддверии православного праздника Крещения Господня обратилась к жителям и гостям города. Администрация и коллектив государственного музея-заповедника Херсонес-Таврический очень сожалеет о резонансном случае, который произошел в Рождественский Сочельник. На данный момент сделано много выводов, проработаны варианты работы с севастопольским благочинием. Совместно рассматриваются механизмы взаимодействия в рамках организации и проведения православных праздников, а также мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России. Грядет Крещение Господня, один из двунадесятых праздников. С этим днем связано много традиций и обрядов, и самым популярным из них является омовение. Каждый год тысячи людей совершают купание в освященной воде. Совершить данное таинство жители и гости города традиционно смогут на территории Государственного музея-заповедника, где пройдет божественная литургия, после которого состоится великое освящение воды на Соборной площади. Елена Морозова сообщила, что для обряда омовения подготовлена карантинная бухта портового района Херсонеса. Директор отметила, что 18 и 19 января двери музея-заповедника открыты для всех желающих. Вход на территорию бесплатный, а время работы продлено до 20 часов.